Приветствую всех! Наконец-то я дорос до обозревания своих часов Casio Sea Pathfinder или морской следопыт. Как многие из вас наверно знают у Casio есть несколько линеек часов для спорта, активных видов отдыха. И вот эти часы из линейки для людей, которые много времени проводят на воде. Яхтсмены, аквалангисты, просто люди, которые любят купаться. Поэтому здесь такой мощный корпус, который выдерживает большое давление воды. Ну и есть несколько фишек, опять же, для аквалангистов и для яхтсменов, которыми я лично, конечно, не пользуюсь, потому что не являюсь ни тем ни другим. Я купился на другие фишки этих часов, на его внешний вид. Еще кое на что, о чем я чуть-чуть позже расскажу. А сейчас немножко по характеристикам. Значит, в самом широком месте, от уха до уха, эти часы в диаметре примерно 55 миллиметров. По толщине 17 миллиметров. И вес у них около 120 грамм. Довольно тяжелая, потому что здесь титановый браслет, есть ремешки, пластиковые резиновые. Конечно, намного легче. Но здесь титановый браслет, и поэтому вот такие они, какие есть. Какие функции этих часов присутствуют? Ну, конечно, есть будильник, причем несколько видов звонка. Тоже я, в принципе, не пользуюсь какими-то там. Один раз поставил и, в принципе, достаточно. И мне хватает, как у меня, конечно, сон чуткий, но все равно под утро все спят крепче, чем обычно. Но я слышу, слышу звонок, слышу этот сигнал и, в принципе, просыпаюсь. Ну, есть, конечно, секундомер, календарь, все эти дела. То, что касается фишек для аквалангистов и яхтсменов, здесь есть таймер обратного отсчета и есть глубинометр. Но этими вещами я не пользуюсь у них никогда. Ни разу не пригодились в жизни. Есть возможность смотреть, какие сегодня лунные сутки, информацию по приливам и отливам. Могу сказать, что лунные сутки, здесь все это, в принципе, здесь большинство функций можно калибровать. По спутнику, наверное. Ну, тоже как-то вот ни разу я не пользовался этим. Ну, наверное, такой вот я нерадивый пользователь таких часов. Ну, как-то не пригодилось. Но здесь, конкретно в моих часах, может быть, других не так, но лунные сутки не совпадают с тем, что, допустим, пишут в календарях бумажных или в интернете. Примерно на двое суток они отстают. Я пытался это изменить, но не изменяется. То есть я ставлю те сутки, какие есть. Она вроде остается, а потом, когда это включаю режим времени реального, потом опять включаю лунные сутки, опять все по-старому. Отставание на двое суток. Есть термометр. Термометр, конечно, если часы просто лежат вот так, как они сейчас показывают примерно точно. Точную температуру, более-менее. Если же они на руке, то показывают как минимум на 10 градусов больше. Вот я так замечал, как минимум на 10 градусов больше. Бывают еще больше. Особенно летом на 15 и даже на 20, не один раз. Больше 40 показывала. Показывают одни температуры, если не ошибаюсь, от минус 10 до плюс 60 градусов Цельсия. Поправка на то, что если не на руке, надо смотреть. Чем я действительно пользуюсь постоянно? Это компасом. Электронный компас здесь есть. Нажимается на кнопочку. Север у нас получается вот здесь. Северо-запад показывает у нас сейчас. Компас довольно точный. Я сверялся с другими компасами и ходил по карте, но не на большие расстояния километров на 5 на 7, когда это все испытывал. Ну, в принципе, довольно точно. Компас мне, в общем, здесь нравится. Я часто им пользуюсь. И вот наличие компаса в этих часах, это одна из причин, по которой я до сих пор не поменял часы. Вот не знаю, какая-то у меня такая фишка, что если в часах, которые, смотри, нет компаса, как-то я себя начинаю дискомфортно чувствовать. За более чем 3 года, которые я пользуюсь этими часами, я уже к нему как-то привык. Я и по работе использую этот компас, а мне нужно и, естественно, в лесу. В общем, мне эта штука очень нравится. Конечно, когда я только купил эти часы, одел, то они мне показались такими монстрами на руке, то есть почти 6 сантиметров в диаметре. У меня руки небольшие. Жена мне тоже говорила, что они слишком большие для меня. Но со временем я привык. И, в общем, сейчас я чувствую себя очень комфортно у них. В этих часах. И уже, как бы, когда они не на руке, вот там, я менял батареи, и я уже чувствовал, что чего-то не хватает. У меня на руке, когда этих часы были не со мной. Здесь есть кнопки, все эти кнопки какие-то функции имеют. Вот эта кнопка, она, кроме всего прочего, включает функцию автоматической подсветки. Подсветка здесь синяя. Не знаю, видно или нет. Такая голубенькая. Но если включаем автоматическую подсветку, то когда часы на руке, допустим, очень удобно на машине, мы наклоняем. Вот она работает через раз. И, кстати, почему-то работает только на руке. Сейчас я попробую. Отдену на руку. Ну, почему-то сейчас не получается. Там очень сильно все зависит от положения руки. То есть, надо, чтобы это все было горизонтально, но... О, сейчас включилось, смотрите. Ну, на самом деле, когда вот я еду на машине... Ну, что-то не хурычит. Сейчас... Когда я еду на машине, то очень удобно смотреть время. Не нажимая на кнопочку подсветки. Само включается буквально там на секунду. Можно увидеть время и, в принципе, не отвлекаться больше. Ну, не знаю, что еще сказать. Все это здесь... О, сейчас включилось. Здесь вот мы смотрим. А, давление еще... Можно смотреть давление лунные сутки. Сейчас вторые лунные сутки, а показывает 29-е. Секундомер. Все это здесь включается. Все регулируется. Вот, давление показывает, но не в наших миллиметрах штутного столба, а в их буржуйских, поэтому я тоже здесь особо так путаюсь для того, чтобы рассчитать. Вроде бы здесь можно... Вроде бы можно это все поменять на то, что тебе удобно. Но тоже я пока так... Более чем три года так и не сподобился это все сделать. Ну, в принципе, вот и все, наверное, что я хотел сказать об этих часах. Здесь вот такая застежка двойная. Часы сделаны в Таиланде, если я не говорил. Выдерживают давление. Ну, в общем, можно погружаться до 100 метров. Конечно, я не погружался на такую глубину никогда, но вот сейчас включились, заметили, да? Я купался в соленой воде, купался в пресной воде, естественно. Принимал душ в теплой, ну, конечно, не в кипятке. Я не сидел в них в парилке, но принимал теплый такой душ, который, вы знаете, стоит на улице, когда вода нагревается. Там, в общем-то, довольно горячая вода будет. Сейчас, видите, работает или не работает. Вот, то есть эти часы абсолютно ничего этого не боялись. Как работали, как и работают и после соленой, и после теплой воды. То есть я, когда нахожусь на отдыхе, я их практически не снимаю, они постоянно на мне. После всяких юзов, падений, каких-то ударов, вот корпус, который, ну, как бы в некоторых источниках пишет, что он металлический, в некоторых полимерный. Но вот, по крайней мере, вот эти вставки, они пластиковые, и краска оббивается, там видно пластик. Вот, до сих пор я их и так и не поменял почему-то, хотя, конечно, можно было бы уже за это время поменять, ну, или докупить, потому что, все-таки, конечно, если какие-то официальные мероприятия, мне приходится всего пару-тройку раз в году, но все равно приходится одевать костюм, пиджак. Так, конечно, эти часы немножко странно смотрятся под пиджаком, но как-то до сих пор как-то привык к ним, прикипел, и никак не могу с ними расстаться надолго. Вот, это такой сумбурный, был сумбурное обозревание моих часов, если я что-то пропустил, я наверняка пропустил, и о чем вы хотите узнать, задавайте вопросы, пишите в комментариях. Сейчас будет вторая часть видео, досмотрите, пожалуйста, до конца, в который я объявлю о конкурсе, связанном с информацией по этим часам. Ну что, теперь конкурс. Конкурс скромный, призы скромные достаточно будут, но я надеюсь, что вам понравится. В чем заключается конкурс? Ну, как я выше уже сказал, часы эти меня привлекли прежде всего не тем, что они там имеют какие-то фишки для аквалангистов или яхтсменов, а тем, что они засветились в одном популярном тиви-шоу. Ну, их носил один очень известный герой одного известного сериала, и вот я являлся большим фанатом этого сериала. Вот, и я вот после этого займел себе эти часы, и только потом уже начал получать удовольствие от всевозможных фишек, типа компаса и водонепроницаемости такой крутой этих часов. Так вот, я попрошу вас, дорогие мои зрители, ответить на два вопроса. Первый вопрос, это в каком сериале, какой герой носил эти часы? Это вопрос более простой. И среди тех людей, кто ответит на этот вопрос, будет разыгран вот этот нож. Этот Энлан. Ну, такой себе ножичек. Конечно, недорогой, но им вполне можно в удовольствие построгать деревяшку, попробовать свои силы в кастомизации, попробовать его как-то видоизменить. В общем, нормальный такой ножичек. В нормальном состоянии, я так его сильно не убивал. И второй вопрос, наверное, более, немножко более сложный, уже для тех людей, которые не просто там погуглят, а погуглить, в принципе, можно легко найти ответ. А для тех людей, которые действительно смотрели этот сериал, ну, или для тех, кто хорошо пользуется поисковиком. Второй вопрос, как эти часы попали к этому герою? Как он их получил? И вот среди тех людей, которые ответят на второй вопрос, ну, или вернее, на два вопроса, будет разыграна вот эта камера. В принципе, камера простенькая, дешевенькая. Это камера, с которой я начинал делать видео для YouTube. Здесь нету, к сожалению, HD, но снимать на нее можно. И для тех людей, кто хочет снимать для YouTube, но нет такой возможности, я думаю, что эта возможность довольно неплохая. Итак, повторю, чтобы участвовать в розыгрыше вот этого NLAN-а, нужно ответить на вопрос, какой герой и в каком сериале носил эти часы. Кассиос и Пайсфандер. И как эти часы попали к этому герою? Ответы прошу присылать мне в личку. В комментариях под видео я прошу вас написать просто, что я послал ответ в личку, и время, которое вы послали, дату и время, в которое вы послали этот ответ. В принципе, ответы довольно простые на самом деле, потому что этот сериал очень популярный был, да и сейчас, в принципе, остается популярным. Но все равно я дам время, неделю, для розыгрыша. Вот следующий вторник, это будет последний день. Следующий вторник, это у нас будет 19 марта, это будет последний день приема ответов. И 20 числа я постараюсь выложить уже видео с розыгрышем. Ответы простые, но просто пока видео там посмотрят люди, что-то мои видео не очень хорошо просматриваются. Вот, поэтому я дам время до 19 марта. Пожалуйста, присылайте свои ответы. Если что-то непонятно по часам или по конкурсу, задавайте в комментариях вопросы. Если кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал, будете вместе со мной. Спасибо за внимание, до новых встреч!